Всем привет! Сегодня у нас расклад про женскую энергию. Посмотрим, что способствует наполнению энергии женской, что забирает. И совет в конце вытянем. Смотрите, давайте вытянем по две карты на каждый вопрос. То есть всего будет шесть карт. И смотрите, мало кто слушает вступление, но я уж надеюсь, что кто-то услышит. Первое, что хочу сказать, это я не меняю голос. Это мой голос после операции на горло. Это неизмененный голос, ничего такого. Он потихонечку, я понимаю, что каждый день он как-то по-другому звучит. Идет заживление. Понимаете? И ну так получилось, что поделаешь. Второе, очень много комментариев по теневым раскладам. Я в начале каждого расклада говорю, какую. Вот я вам объясню, что такое тень. Тень это то, что в нас. Наша, как говорится, темная сторона. И мне часто пишут, ой, дед, сейчас ты скажешь, что опять дело в нас. Но я же говорю, что теневой расклад. Сегодня в магическом чате написал пример. Вот смотрите. Пример, что такое теневой расклад. В теневом раскладе не рассматриваются там виновность извне. То есть, если у тебя плохое настроение, то там виноват, например, мужик. Но в теневом раскладе рассматривается не то, что мужик виноват, а то, что отложилось в тебе плохого из-за этой ситуации. Понимаете? Тень это то, что внутри нас. Теневой расклад не покажет, что там виноват мужик. Теневой расклад покажет, что он плохого сделал. А нет. То, что плохое отложилось в нас из-за той или иной ситуации. Например, я вам объясню, как в магическом чате объяснял. Смотрите. Комбайнер Василий собирал урожай хлеба. Ну, как сказать, на комбайне собирал зерно. И он уснул. Ну, жарко там притомил. И он уснул. И проехал дальше поля. И собрал траву в это зерно. Так вот. И в итоге из зерна получился хлеб с привкусом вот травы, да? Например. Ну, то есть со странным привкусом. И вот в теневом раскладе не рассматривается комбайнер, который я траву прокосил. В теневом раскладе рассматривается, а как убрать этот привкус травы из хлеба. То есть, еще раз объясню, не рассматривается то, что было. Понимаешь? Не рассматривается. Потому что то, что прошло, оно... Ну, машина времени еще не изобрели. То есть, мы не вернемся назад. Если я скажу, что комбайнер плохой от этого, не станет вам ни горячо, ни холодно. Но мы можем исправить этот хлеб. И, соответственно, я говорю, вот как убрать из хлеба вот этот привкус. Понимаете? То есть, тень — это результат вот этих всех ситуаций. Сами ситуации, их уже не исправить. Но мы можем исправить то, что в нас отложилось. То есть, нашу тень. Понимаешь? Поэтому я еще раз объясняю, что теневые расклады не рассматривают, что кто-то виноват там извне. Потому что это бесполезно. Машина времени не существует. Но мы можем исправить то, что в нас отложилось. То есть, а в нас отложилась как раз тень. Понимаете? И... А мне вот постоянно пишут, опять ты будешь рассказывать, что дело во мне. Так мы же тень рассматриваем. То есть, то, что в нас отложилось плохого из-за той или иной ситуации. И, соответственно, я говорю, как это исправить. Мы не вернемся назад в прошлое, чтобы комбайнера разбудить. То есть, то, что он натворил. Да, проблем... Да, все тени — это те или иные ситуации, которые повлияли. Но мы же можем исправить только влияние вот это. То есть, тень в нас. Поэтому сразу еще раз повторяю. В теневых раскладах всегда будет виноват тот, кто... То есть, рассматривается то, что в нас. Понимаете? Например... А, ну, например, я уже сказал про комбайнера. Я надеюсь, что вы поняли. И... Давайте... Начнем наш расклад про женскую энергию. Итак... Смерть. Белая карта. Рыцарь Пентакли. Семерка Кубков. Так у нас не помещается. Королева Жезлов. И шестерка Жезлов. У нас немножко не помещается, но будем делать так, чтобы вам и карты было видно, и так далее. То есть, по две карты на каждый вопрос. Всего три. То есть, что способствует наполнению, что забирает женскую энергию у тебя. И, соответственно, совет. Ну, смотри. Для наполнения женской энергией тебе необходимо пройти вот через очень глубинную трансформацию. То есть, что-то значимое завершить, чтобы освободить пространство для нового начала. Понимаешь? И вот этот процесс, он требует глубокого самоанализа, да? Это подключение, как говорится, к своему истинному «я» по белой карте. И вот чтобы наполниться энергией, ты должна завершить там старые отношения, проекты, какие-то убеждения, да? Которые больше не служат вообще твоему развитию. И вот только таким образом ты сможешь освободить место для нового этапа своей жизни. А этот этап, он принесет тебе обновление, твою внутреннюю силу, понимаешь? И это, возможно, завершение длительного такого, но изжившего себя там романа, какой-то разрыв связи с прошлым, да? Которые вот мешают тебе двигаться вперед. И вот тебе необходимо осознанно оставить позади то, что больше не приносит тебе радости. Что больше не приносит тебе гармонии. И, соответственно, открыть себя новому пути. И вот это действие, да, оно станет не только каким-то там символическим окончанием старого, но и началом чего-то большего. То есть перехода на новый уровень осознанности. Извиняюсь. На новый уровень осознанности, понимаешь? И именно вот в эти моменты, да, в этот момент ты сможешь почувствовать свою женскую энергию на новом уровне, где много силы, уверенности, и, соответственно, ты станешь готовой к новым свершениям. То есть нужно оставить старое позади. Особенно какие-то старые убеждения, понимаешь? Что забирает твою женскую энергию? Ну смотри. Она ослабевает, когда ты застреваешь вот в материальных заботах, да, погружаешься в мир иллюзий, в мир мечтаний, которые не имеют под собой какой-то реальной основы. То есть, вот смотри, рыцарь Пентакли, он показывает рутину, постоянные обязательства, сосредоточенность на материальном аспекте жизни. И это приводит вот к ощущению застоя, да, отсутствию движения вперед. А вот в сочетании с семеркой, кубкой, да, это говорит о том, что ты можешь терять свою энергию, погружаясь в фантазии и какие-то неоправданные ожидания, которые вот тебя отвлекают от реальных дел, да, препятствуют твоему развитию. И, знаешь, вот ты еще по этим картам слишком увлекаешься планированием, понимаешь? Там размышляешь о возможностях, там мечтаешь о будущем, но при этом ты не делаешь никаких конкретных шагов, чтобы вот реализовать эти мечты, понимаешь? То есть ты мечтаешь, 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 но ничего не делаешь. Или начинаешь, но бросаешь. И вот это все, оно приводит к тому, что энергия у тебя расходуется в пустую и не приносит тебе никакого результата вообще. И вот чтобы вернуть себе свою силу, да, важно выйти из этого состояния и сосредоточиться на конкретных действиях, понимаешь? Которые вот принесут ощутимые результаты. Поэтому не позволяй рутине и мечтам без реализации, да, забирать твою энергию. И это ведет тебя только к истощению и разочарованию. Понимаешь? Ну, королева жезлов и шестерка жезлов, они вот в сочетании дают очень мощный сигнал к тому, что вот для восстановления и усиления своего женской энергии тебе нужно принять свою силу и уверенно продвигаться вперед. И понимаешь, ты должна взять на себя роль лидера в своей жизни. То есть проявить активность, использовать там свои таланты, способности прям на полную мощь. Но действиями, а не мыслями и мечтами, понимаешь? И здесь вот важно отметить, да, что речь идет вот не только о внешних каких-то достижениях, но и о внутреннем состоянии. То есть уверенность в себе, да, харизма, способность там вдохновлять, вести за собой и так далее и тому подобное. Понимаешь? И инициативы, которые ты давно откладывала, там какое-то начинание, проект, личное дело, там важное решение какое-то в отношениях, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тебе необходимо взять на себя ответственность и довести задуманное до конца. Вот во что бы то ни стало довести до конца. Выгорело, не выгорело, доведи дело до конца. Понимаешь? Важно вот проявить смелость и не бояться вот выделяться там, заявлять о себе, заявлять о своих намерениях. Понимаешь? Нужно идти напролом. И вот эта уверенность и активность, они не только принесут тебе успех, да, но они наполнят твою женскую энергию новой жизненной силы, понимаешь, которая будет к тебе притягивать уже успех, признание и того, что ты хочешь и так далее. Понимаешь? И вот сейчас самое время направить свою вот женскую энергию на то, чтобы завершить прошлое, да, отказаться от иллюзий, от рутины и затем с уверенностью идти вперед. Твоя сила, она в твоей смелости и способности брать на себя ответственность за свою жизнь, понимаешь? Ты вот сейчас уже готова к новым свершениям. И в твоих руках есть абсолютно все необходимое, чтобы преуспеть. И твоя энергия, она должна быть направлена на вот созидание и успех, понимаешь? А не на мечты, иллюзии, фантазии и так далее. Если ты в проживании арканов, то я советую тебе в маге, а именно в маге, обрести уверенность в собственных силах, а когда ты дойдешь до императора, то я советую вот как раз в императоре взять ответственность за собственную жизнь. И вот это вкупе, вот эти два аркана, только не перепрыгивай, потому что до них и между ними очень много чего есть прорабатывать. И вот эти два аркана тебя просто так наполнят, что, как говорится, мало не покажется. Обязательно оставь комментарий, что ты по этому поводу думаешь. Мне это важно. Мне каждый комментарий важен. Ваши мысли, ваши эмоции и так далее. Поэтому оставляйте, пожалуйста, комментарий. И если ты не подписан на канал, то обязательно подпишись и жмякни на колокольчик и переходи, конечно же, в проживание арканов, если хочешь что-то, как говорится, изменить в своей жизни. Ну а мы с вами перейдем ко второму варианту. Так, влюбленные. Шестерка Пентакли. Тройка Пентакли. Паш Мечей. Девятка Мечей. И десятка жезлов. Более-менее поместилось. Ну смотри. Твоя женская энергия, она усиливается через гармоничные и взаимные отношения, где вот царит баланс отдачи, да, и получения. И вот эти карты, они вот символизируют связь вот с близким человеком, где важна искренность и взаимная поддержка. И вот наполнение твоей энергии, да, происходит, когда ты находишься в отношениях, основанных там на любви, доверии, там, щедрости, да. И вот важно, чтобы эта связь, она не была односторонней. То есть, ты должна чувствовать, что тебе, что тебе вот тоже дают столько же, сколько ты вкладываешь в эти отношения. понимаешь? Это, как сказать, тебя наполняет вот эта возможность провести время с тем, кого ты действительно любишь и ценишь. Кто ценит тебя, да, и вот готов дарить тебе там свое внимание, заботу, тебя наполняют отношения. И вот именно если точечно, то вот, например, совместный вечер там с твоим мужчиной, когда вы вот сидите со свечами, беседуете, там, выражаете свои чувства открыт, без вот этих вот масок всех, да, делитесь переживаниями, поддерживаете друг, вот это вас, тебя наполняет. Понимаешь? И это даже может быть не обязательно там романтический ужин, да, может быть что-то такое простое, там, прогулка за руку, ну, или просто ужин без свечей, да, то есть там, где вы оба чувствуете себя в гармонии, и вот именно на такие моменты, они дают тебе вот эту энергию, которая наполняет, как говорится, твое женское начало, что забирает, ну, твоя энергия, она уходит в напряженную работу над чем-то, вот, что требует от тебя внимания к мелочам, да, постоянному анализу, и вот, смотри, тройка пентаклей, она говорит, вот, о необходимости, да, какой-то работы в коллективе, да, или взаимодействия с другими людьми в профессиональной сфере, да, а Паш Мечей, он про критическое мышление, там, сомнения, необходимость постоянно доказывать свою правоту, и вот это говорит, что ты теряешь свою энергию, когда погружаешься в задачи, где от тебя требуется быть внимательным к деталям, но при этом ты сталкиваешься там с критикой, недовольством окружающих, и это забирает твою энергию, понимаешь, например, это там участие там в сложный, в сложном там проекте на работе, да, где вот тебе приходится взаимодействовать с коллегами, которые постоянно, как сказать, поджирают тебя, да, ну там критикуют твои предложения, там, или там требуют большего, да, чем ты можешь дать, и ты тратишь много времени, там, сил на то, чтобы доказать свою точку зрения окружающим людям, и, соответственно, это приводит, там, к выгоранию и истощению твоей энергии, и, и важно вот осознать, что вот эта постоянная критика, анализ, особенно, если они направлены на тебя, да, они забирают у тебя силы и создают напряжение, которое мешает тебе вот чувствовать себя женственной, гармоничной и так далее, и, как, и как раз вот настало время освободиться от вот этих тревог, от бремени, да, которые ты несешь на своих плечах, эти карты, да, девятка мечей, десятка жезлов, они говорят о том, что ты подавлена страхами, да, чувством ответственности, которые давят на тебя и не позволяют дышать полной грудью, и ты чувствуешь, что вот несешь на себе вот этот груз обязательств, который не дает тебе быть свободной и, соответственно, радоваться жизни, и вот это состояние, оно приводит к постоянной тревоге, там, бессонница, ощущение, вот, что ты на грани эмоционального срыва, и вот что и вот чтобы изменить вот эту ситуацию, тебе необходимо осознать, что ты не обязан нанести весь этот груз отна, вот пора делегировать часть своих задач, да, там, или поделиться своими страхами, там, с кем-то, кто может поддержать тебя, понимаешь, нужно просто отпустить те обязательства, которые ты взяла на себя, вот, из-за чувства долга, да, но выбрось те обязательства, которые уже не приносят тебе ничего, кроме усталости, и вот прими тот факт, что ты не должна быть идеальной, и тебе нужно понять, что забота о себе это не эгоизм, а необходимость, это самая первая необходимость, поэтому найди время для отдыха, да, и вот прям осознанного отказа от тех задач, которые больше тебе не приносят вообще ничего, то есть ты несешь то, что тебе уже не нужно, и не обязательно это какой-то какая-то многозадачность, да, на работе, возможно, ты несешь какие-то старые убеждения, да, устои какие-то, там, отношения какие-то ненужные, ну, например, у тебя сейчас есть отношения, а ты думаешь там о бывшем и так далее, и там подобное, это тебе уже не нужно выбрать, понимаешь, ты же сильная и мудрая женщина, но даже вот самые сильные, они нуждаются в поддержке и отдыхе, тебе нужно отдохнуть, понимаешь, и разреши себе вот принимать заботу и любовь вот от тех, кто рядом, и не нужно бояться отпустить то, что тянет тебя вниз, зачем ты это несешь, и наполняйся энергией через гармоничные искренние отношения, и вообще ни в коем случае не позволяй рутине, а критике извне забирать твои силы, ты достойна того, чтобы жить в гармонии, там, с собой, с окружающим миром и так далее, и пора сделать шаг, не просто вот посмотрела расклад и пошла дальше этот груз нести, начни действовать, рамки, границы обозначь, понимаешь, и дели гиру часть задач, если их совсем выкинуть нельзя, обязательно оставь обратную связь в виде комментария, мне очень важны ваши комментарии, я же как-то должен знать, что меня кто-то смотрит, как говорится, и если ты не подписан, обязательно подписывайся на канал и жмякай на колокольчик, когда подписываешься, чтобы уведомления приходили о новых раскладах, и мы с вами перейдем к третьему варианту. Солнце. пятерка кубков, четверка кубков, семерка жезлов, дед, и страшно суток поправим чуть-чуть. так, ну смотри, сейчас вроде нормально получилось, и все видно. Карта дед, это самая лучшая карта в колоде, если что, не бойтесь. Дед со страшным судом. Ну смотри, первое, это что способствует наполнению женской энергии, второе, что забирает, и в конце совет. в конце совет идти к деду в проживание на страшный суд. Ну я шучу, шучу. Ну смотри, женская энергия твоя наполняется, когда ты учишься находить свет вот даже в темных моментах своей жизни. солнце, оно про радость, ясность, позитив, пятерка кубков, это карта сожаления, утрата, ну а вместе это о том, что твоя сила, она заключается в умении находить радость даже в сложные моменты. Признание и принятие вот своих эмоций, даже самых негативных, и вот способность извлекать из них уроки и позитивный опыт, вот это придает тебе силу и восстанавливает твою женскую энергию. Понимаешь? Ты вот сталкиваешься с разочарованием или потерей, но вместо того, чтобы застрять в негативе, ты находишь способ увидеть светлую сторону этой ситуации. Например, там ты теряешь что-то важное, да, отношение, какую-то мечту, но в процессе ты понимаешь, что это открывает перед тобой новые двери, и ты осознаешь, что потеря там, например, давних каких-то отношений, которые считала значимыми, но на самом деле это освобождает тебя для новой поле подходящей тебе любви. Именно вот в такие моменты твоя женская энергия, она получает мощный заряд такой, когда ты способна не только пережить трудности, но и увидеть в них новые возможности. Вот это наполняет тебя. Ну, а энергия истощается вот в такие моменты, когда ты оказываешься в состоянии апатии или там нежелание принимать новые возможности, которые приходят к тебе. Четверка кубков, она про эмоциональное отстранение, разочарование, семерка жезлов, про необходимость постоянно защищать свои позиции. И вот вместе это что ты теряешь энергию, когда находишься в ситуации, где тебе приходится бороться за что-то, но при этом ты не видишь в этом смысла или там не чувствуешь эмоциональной вовлеченности. это, знаешь, вот это возможно ситуация на работе, где ты ощущаешь, что вынуждена постоянно доказывать свою правоту или там защищаться от критики, да, но при этом у тебя вообще нет желания или какой-либо мотивации продолжать эту борьбу. Понимаешь? То есть на автопилоте защищаешься, хотя не видишь в этом смысла, и это истощает тебя. Понимаешь? И ты вот чувствуешь, что вся твоя энергия, она уходит на поддержание тех позиций, которые тебе вообще как-то и не нужны даже. И вот такие ситуации, не обязательно на работе, а вообще и вот такие ситуации в твоей жизни, да, они истощают твою женскую энергию, потому что ты вообще не чувствуешь какой-либо там эмоциональной связи с тем, что ты делаешь. И, ну, по идее, ты смысла в этом не видишь. То есть это, знаешь, как ты не хочешь доказывать что-либо жирафу, но доказываешь. Понимаешь? И это истощает тебя. смотри, дед это самая добрая, да, позитивная карта, хоть он, видишь, какой хмурый сидит, паразит какой. и это указывает, что все будет хорошо, да, жизнь готовит для тебя положительные изменения. Ну, а страшный суд, он про важный момент пробуждения, осознания, да, там, трансформации. И вот это все вкупе, да, оно говорит, что тебе нужно довериться потоку жизни, принять там все ее повороты и быть готовой к трансформации, понимаешь? и ты должна принять важное решение, касающееся твоего будущего. И это решение, которое требует от тебя глубокой переоценки ценностей, да, принятия новой роли в жизни. И это решение, как сказать, должно быть на, как сказать, тебе, посмотри возможность о смене карьеры, например, да, переезде, ну, начало нового этапа, возможно, даже в личных отношениях. И вот страшный суд, он говорит, что это решение, оно приведет к глобальным изменениям, потому что ты уже поняла, о чем я тебе говорил, что тебя истощает. и вот нужно принять это решение, чтобы абстрагироваться от этого, понимаешь? То есть тебе нужно довериться своему внутреннему знанию и осознать, вот, что все, что происходит, оно к лучшему, и вот тебя привело к выбору, истощаться дальше или нет, понимаешь? то есть давай я тебе попроще объясню, вот то, что на работе защищаешься, да, но, так сказать, ты понимаешь, что защищаться не нужно, просто прекрати это делать, прими решение, которое приведет к тому, что тебе не нужно будет больше защищаться, и это может быть возможность смены карьеры, да, если это происходит в отношениях, то выстрой границы, то есть заяви о себе, о том, что тебе это, ну, вот это вот, как сказать, защита, она не нужна, просто скажи, я сама знаю, что мне делать, отстаньте от меня, и так далее, и тому подобное, просто выстрой границы, понимаешь, просто не реагируй, если тебя сильно-сильно давят, то рассмотри вариант более кардинальный, я вот тебе намекаю, намекаю, но я думаю, что ты сама примешь это важное решение, потому что я за тебя это важное решение принять не могу, но тебе нужно выстроить границы, причем, как сказать, по деду и страшному суду, то есть позитивно, без эмоций, скажи, что тебе это неинтересно, ну, примерно так, ну, ты поняла, в итоге твоя женская энергия это когда ты учишься видеть свет вот даже в самых трудных ситуациях и ни в коем случае не позволяй там разочарованию, апатии и так далее забирать у тебя силы, верь в то, что все происходит, все, что происходит, это ведет тебя только к лучшему и ты, вот я тебе лично говорю, ты на правильном пути, поэтому просто оставайся верна себе, верна своим чувствам, верна своим решениям и помни, что впереди тебя ждет что-то прекрасное, по деду и страшному суду и не нужно доказывать жирафу, что он жираф, зачем не трать свою женскую энергию, обязательно оставь комментарий, что ты по этому поводу думаешь, потому что когда я вам расклад делаю, я же вас не вижу, а мне интересна ваша реакция, то есть, что ты про это думаешь и так далее, обязательно оставь комментарий, и если не подписан, подписывайся на канал, и вот сейчас ты видишь ссылку на Бусти, обязательно заходите на Бусти и меняйте свою жизнь к лучшему в проживании арканов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова